Привет, друзья! С вами Светлана. Понедельник, 23 ноября, открывает мою очередную вышивальную неделю. У меня сейчас уже вечер. Так получилось, что с утра я не смогла снять видео, но ничего страшного. И открываю я эту неделю со своего рождественского новогоднего сапожка с санями. Вот так будет выглядеть готовый результат для тех, кто не знает. Название набора вы тоже видите. Я сейчас закрасила на саги, потому что вышиваю это я с бумажной схемы, но отмечаю прогресс на саги. И давненько я там уже не отмечала. У меня как было 10% остановлено, так и все. Но вот сейчас я закрасила на саги то, что у меня уже вышито, и у меня получилась готовность 23% от всей работы. Это почти что четверть. Неплохо, я считаю, учитывая, что на прошлой неделе, несмотря на мои планы и намерения, я таки не смогла притронуться к этому сапожку. Были другие увлечения. Ну, значит, эта неделя у меня уже точно железно с него. Я уже вот тут вот справа повышевала вот этими серо-коричневыми нитками. Немножко у меня появилось, это будет будущее дерево. Вот оно здесь, береза, наверное, похоже на березу. Тут полукрест, все так хорошо идет. И продолжается, конечно, помимо этого сапога, мой еженедельный марафон гусиной истории у Анны Петуновой. Естественно, я их продолжаю. Уже появилась схема, но я пока еще ее не начала. Там два гусика, опять же, два миленьких и прикольных на санях. Но я сегодня уже их точно не повышеваю. Скорее всего, начну их во вторник. Может быть, даже и в среду. В принципе, я успею их вышить. Их нужно вышить до конца недели. Так что все нормально. Немножко я, наверное, соскучилась именно по этому сапогу. Вот реально соскучилась. И сейчас с такой вот жадностью взялась за него вышивать. Ну, посмотрим, что мне захочется вышивать завтра. Ну, пока вот так вы видите то, что у меня есть на сегодня. И потом уже вам будет проще понять, сколько я навышивала. Надеюсь, что эта неделя будет интересной. Хочется всего и сразу, как всегда. Ну, и как всегда, не разорвешься. И времени не на все хватает. Будем работать с тем, что есть. Субтитры подогнал «Симон» Уже 26 ноября, четверг. Представляете, время летит быстро, а я что-то вышиваю медленно. Ну, ладно, бывает погода. Все-таки на меня очень влияет. Как только минус, как только холодно, у меня уже какая-то вот усталость, какая-то сонливость. Ладно, надеюсь, что пройдет. Как-то я, наверное, тоже подустала и от этих гусиков. Все-таки достаточно однообразная цветовая палитра. Да что однообразная? Она переходит из одних гусей в другую. Это, конечно, очень хорошо, потому что не надо искать нитки. Даже вот просто лазить по своей палитре. А у кого и нету ниток, не надо бегать за ними. Нитки все тех же цветов сохраняются. Но смысл один и тот же. Гуси сами вышиваются светлыми оттенками. Яркие акценты, это у них какие-то там украшения, подарки и все такое. Ну, смысл остается таким же. Сейчас у меня вышло 500 крестиков всего лишь. Вот представляете, с понедельника. Но в понедельник я за них не бралась. Даже во вторник не бралась. Начала я их в среду вчера. И вот сколько навышивала. Ну, мало, мало, конечно, мало. Но я думаю, что все равно я, конечно же, успею. Потому что времени еще много. А впереди выходные. И на выходных будет времени все-таки, как ни крути, но побольше. Так что не буду расстраиваться. Буду вышивать дальше. Сколько навышиваю, столько и навышиваю. И да, вчера вечером я вышивала. Вот этого гуся вышивала. И потом нашла ошибку. И мне пришлось то с лишним крестиков просто-напросто выпороть. Такое тоже бывает. Но было, знаете, желание просто взять, вот забросить эту работу. Но я себе сказала, ну, зачем так делать? Потому что ведь красивые, красивые сюжеты, красивые дизайны. И на кого мне обижаться только на себя. Я поэтому молча выпорола их. Причем это на самом деле не так уж и много времени заняло. И вышила. Но тут, конечно, чуть подольше. Ладно. Надо просто вышивать, вышивать и вышивать. Но хотя, скажу честно, не знаю, вот как у других участников этого марафона. Все-таки вот экватор прошла и четвертый дизайн, все-таки усталость накопилась. Это правда, не знаю. Может быть, если их подряд бы вышивала без перерывов, а то вышила, потом полнедели отдыхала. Может быть, было проще. Не знаю. В общем, это все такое вот мои размышления. Ну и покажу вам сапожок. Сапожок я тоже вышивала. Смотрите, что у меня появилось. У меня появился, наконец-то, вот эта правая часть. Я ее вышила. Уже доделываю елки. Хотела, конечно, показать вам уже их с бэком. Здесь мне осталось буквально вот пару цветов. Вот эти вот в елках пустые крестики заполнить. Но уже не было времени на это. И сейчас нет времени. Сейчас убегаю уже скоро. В общем, осталось мне сделать бэк на вот этом дереве. Вот здесь кое-какие штрихи бэка. Ну и, конечно, на вот этих елках. И тогда, тогда я могу со спокойной совестью передвигать пяльца вверх. Так, то, чего я очень и очень желаю. Мне все-таки хочется дойти до верха. Вот насколько я люблю вышивать сверху. И для меня это, наверное, как такой вот знак. Так, вот сделаю верх и потом уже спокойно буду вышивать лапку сапога. Да, здесь у меня жулик полежал. Немножко на вышивке оставил свои шерстинки. Ну, ничего страшного. И что мне останется? Да, это уже, наверное, перейдет у меня на декабрь. Потому что, боже мой, 26 число и 30 дней в ноябре у нас осталось буквально 4 дня до декабря. И хочу вам показать еще одну свою покупку. Это не набор, не нитки, но тоже имеет косвенное отношение к рукоделию. Вот такую вот я папку приобрела в Ашане. У меня не было никаких особо папок для хранения процессов. Но это я, скорее всего, взяла для поездок, чтобы брать вышивку куда-то с собой. Чем меня привлекла эта папка размером? Посмотрите, вот эти пяльца 25 сантиметров. Они шикарно, шикарно, просто свободно входят в эту папочку на молнии. Знаю, рукодельницы шьют такие папки специально. Даже бизнес делают. Ну, 219 рублей в Ашане. Вот такая вот она по качеству, как плотная клеенка. Ну и, конечно, здесь котик у нас. Вот такой смешной. Есть розовый цвет. Я себе взяла голубой. Может быть, еще возьму. Не знаю. Вот такая вот этикеточка. Ну, конечно, на каждый процесс я не буду брать отдельно. Такие папки. Их слишком много, этих процессов. Ну, пару-тройку процессов, мне кажется, могут сюда поместиться вполне. Вообще без всяких проблем. Хорошая такая вот штучка. Так что рекомендую, если кому они нужны. Пятница, 27 ноября. У меня утро. И я таки сделала все крестики на этих гусях. Четвертая парочка у меня практически готова. Остается сделать бэк. 1270 крестиков или 71% работы, говорит мне Крустич Сага. Ну, а все остальное это будет бэк не черного, а угольного цвета в одной-две нити. Белого немножко будет бэка и коричневого. Буквально через секунду вы увидите, как эти гуси будут выглядеть в готовом виде. Ну, а я пошла поработаю для того, чтобы это произошло. И да, я таки это сделала. Закончила четвертую парочку гусей. Вот такие они у меня получились симпатичные. Почему-то она мне далась, эта парочка, сложнее всего. Наверное, просто уже подустала. Подустала. Четыре недели длится этот проект. А работы, в принципе, не такие уж и дизайны большие. Если бы вот вышивать их все подряд, мне кажется, было бы проще. А так я отвлекаюсь. Вышила эту парочку, потом оставшуюся неделю вышиваю что-то другое, забываю. И потом снова нужно втягиваться. Наверное, вот еще и вот это. Но то, что получается, мне очень нравится. Они, именно эта парочка оказалась не сложной. Вот такие рожки у левого гуся. Наверное, все-таки это девочка. Хотя девочка тащит мальчика. Ну, ладно, может быть, это друзья. И цилиндр мне очень нравится у второго гуся. Ну, здесь все такое классное, здоровское. Покажу остальные дизайны. Они у меня все сейчас на одном полотне. Потому что я буду оформлять уже их сразу все вместе. Как вы это увидите уже попозже. А пока что любуюсь тем, что у меня получилось. И жду уже пятых гусей. До них осталось совсем немного. Все, наконец-то. Я дошила бэк. Все сделала. И сейчас со спокойной совестью буду переставлять пяльцы, чтобы пойти вверх. Что-то как-то долго я задержалась на середине. Но ничего. То, что я вижу, конечно, меня очень радует. 29 ноября. Вечер. Завершается моя рукодельная неделя. Потому что я уже навышивалась от души. Я думаю, это заметно. Посмотрите. Я дошла до линии, которая ограничивает надпись. Там вверху мне уже остается совсем немного. Вот по обложке. Смотрите. Вот нижние черные крестики. Потом пойдут красные. Но вот там будет немножко нудно, наверное, красным фоном все это зашивать. Хотя посмотрим. И немножко верхушки. Это уже будет самый верхний край сапожка. И я очень-очень этому рада. Даже вот то, что я сейчас ограничила вот эту вот черную линию, мне уже стало как-то вот спокойнее. Я как бы дошла до самого верха дизайна. И уже вышиваю, вышиваю, наслаждаюсь. Ну и плюс здесь пошел полукрест мой любимый. Он здесь в 4 и в 3 нити. Поскольку набор у меня американского производства. Конва здесь мягкая. Нитки потоньше, чем в китайской комплектации. Поэтому все супер. Сейчас на саге я закрасила то, что вышло. И у меня получилось почти 39%. В общем, подобралась я к 40. Я думаю, 40 эти я быстро нагоню. Поскольку я вот здесь и здесь ограничила будущий полукрест. Ну, тут мне еще дошить блендом. Ну, кстати, вот этими бобинками я показываю. Бобинки с цветами бленда. Этот бленд вышивается. Вот он темненький такой. Мне так понравилось это сочетание. Ну, может быть, сейчас освещение у меня не супер. Но очень прикольно. Дим, конечно, мастер придумывать такие классные бленды. Такие запоминающиеся. И которые на конве дают потрясающий просто эффект. Дизайн. Ну, влюбляюсь все больше и больше. И вышиваю, наслаждаюсь. Понимаю, что все-таки лучшие Dimensions для меня ничего нет. Еще никто ничего не придумал. Очень люблю. И, ну, вот все в тему просто. Вот сплошное-сплошное удовольствие. Я думаю, вы даже через камеру это чувствуете. Потому что, ну, это восторг. Просто восторг. Еле-еле сейчас вот заставляю себя оторваться от работы. Потому что нужно идти спать. Нужно все-таки завершить эту вышивальную неделю. Ну, в общем-то, я очень довольна, как я продвинула свой сапожок. Пусть эта вышивальная неделя не была такой уж разнообразной в плане смены процессов. Да и сейчас у меня особой смены не предвидится. Потому что сапожок у меня number one. Я буду его вышивать, вышивать весь декабрь, пока не вышью. Цель хочу себя порадовать этим сапожком к Новому году. И я думаю, она вполне достижима. Потому что уже сейчас 40% работы готова. Я к нему не приступала так вот плотно в течение ноября. А думаю, декабрь будет для него вот самым таким вот месяцем завершения. И плюс у меня вышелся еще один сюжет с гусями, который я показывала. Тоже неплохо. И все, больше никакого разнообразия не было. Но мне понравилась эта неделя. Пусть времени не так было много. Но опять же, все относительно. У кого-то нет даже этого времени. Поэтому я не буду плакаться. Я очень довольна результатом. Надеюсь, вам было не скучно со мной. Вы повышивали. И до встречи уже в следующей вышивальной неделе. Желаю вам удовольствия от вышивки. Мега вышивального вдохновения. Ну а с вами была Светлана. До новых встреч в эфире. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok